вот это да всем привет на канале на банке это видео подкаст 2 плюс 1 сегодня мы обсуждаем боистскую любительскую футбольную лигу выпуск у нас 3 гостях у меня человек который считает что лучше водки хуже нету серебряный призер всех соревнований по борьбе по сам по по лыжам по танцам хороший человек мой любимый товарищ дорогой друг сережа сергиенко привет всем спасибо что пригласили надо расключать немножко медийную эту структуру но поднять уровень нашего парижского футбола вот но немножко давай пообщаемся давай давай пообщаемся друзья сегодня нас подкасте будет несколько тем мы поговорим про любительскую команду феникс также мы обсудим прошлый тур будущий тур дадим свои какие-то счет предсказания что-то такое вот ну и будет бонус немножко такой маленький все сами увидите еще бы хотелось начать серега расскажи как вообще создалась команда феникс если брать из истоков режим эдуарти антонио фагундес габриэл эдуарти павию асунсон вивиан пазмонтер каролина дикман бодион вагнер честно должны были заявить вообще своей команды на тот момент ну типа нова наверно в том году было вот и из всех тех кто дошел до этого года и было вроде много но за две недели все говорят что все по разным командам тут вообще не хочет там вокруг играть вот и там есть этот общий чат вадим гусев написал кто там примет не примет вот там у кого-то было тоже я смотрю ну не хватало вообще людей и мы завели за где вообще потом когда увидели там общие знакомые появились ну как бы ну играть и играть на турнире задач не ставьте ну вот заявили дополнительно своих людей которые два раза бегаем в торн 4 ну и поняла в новом да их там заявили то есть его суббота он там собирается по субботу уже после игры воскресенье это крышки сейчас такое все будут обработать дети они перед понедельником очень тяжело какая-то либо дата либо там баню меня поэтому все приходят вроде с водой на игры кто-то с минералкой кто-то с лишним кто-то с лишним на воскресенье очень тяжело но короче как-то так поэтому есть ребята которые максимально на любительском уровне играют есть ребята которые ну где-то что-то кого-то на каком-то уровне кайна сборная солянки но я назвал нашу команду робин гуд вот почему потому что забираем о богатых отдает ну да у вас так немножко заметно что вы пытались на четверг хорошая сильная там ты и паша там горох какой-нибудь 2 четверка вот как-то не слаженно совсем ну там половина ребят вроде как бы из большого вроде не из большого вроде играли не играли по настроение 1 соберутся если не отдыхали режиме ли то вроде получает если все в разобранном состоянии приходит надо понимать ты приходишь воскресенье играть и что-то мотивирует чисто проиграть и подождаться дождаться то что будет после футбола после физического воскресенье это как бы для всех ну да конечно а вот вообще в принципе кто был таким как сказать организатором в принципе создание этого команды кто такой лидер главный у вас есть лидер такой человек ну как вот вадим гусев который хотел за москву не понятное дело что ну да да вот это вот человек вот который например взять вот прошлые года как вот был лидер вадим гусев который обещал стасевич ноги сломать потому что он просто собрал денежку всем написал что постарайтесь играть подбодрил ну и мы выходим там как получится но у нас вот например вам калия есть человек там по спонсор даже мальчик его с логотипом это серьезно у нас даже у нас у нас эти так скажу вот должны в тройку войти если в тройку войдем у нас спонсор наш тех наши эти люди которые ямы копают куда хоронят людей охранное бюро они обещали место на кладбище если вы в тройку войдет под черняжи это конечно нормально мотивация так ты нажал еще задавались ладно перейдем к следующему вопросу от я просил подписчиков у себя в инстаграме чтобы они задали вопросы какие-то которые ему интересны пару вопросов я задам тебе сейчас а пару вопросов я задам после того как мы обсудим первый тур до меня знаю пока я уверен сто процентов что есть люди лампу артера не знаю свято шумулю всех вот этих мамонтов мини-футбола называть чтобы они тут немножко расстрислись но у нас молодежная 0 надо понимать слушай если я с мулли буду записывать можно в принципе можно в принципе ты будешь следующий тур разговаривать про следующий тур а это кажется еще за следующий так задает вопрос у тебя подписчик сразу давай догонимся честно отвечаем или можешь отвечать как тебе думается типа как там пропустить вопрос ну нет ну постараться конечно ответить на там нет таких каверных вопросов можешь как-то прикольно что-то от себя медальный зачет по итогам чемпионата кто на каких местах окажется твоего мнения первой тройкой или 8 ну там вообще в принципе да 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 ну это вот медальный зачет по итогам чемпионата кто на каких местах окажется были но это такой инсайдер сейчас раздавать ну вот чисто ну давай 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 знаешь как вот это вот восьмерка которая выйдет вообще в плей-о хотя бы не на восьмерку намного если чисто тройку пока ну по турнирной таблице выделяется чест борисовский короче сейчас молодежь наши бориса 900 наверное и блин кого-то еще хотел отметить мы свои еще покажем я уверен сто процентов остальные блин тут уж еще третье у нас по-моему был носи как бы все в среднем там я не знаю там горизонтом игра предстоит надо с кем могу вот с кем мы играли я могу например рассказать что касательно остальных моментов но все плюс-минус в одинаковых условиях одинаковые команды как-то настроиться как то первый забьет начнет психовать потом моральная составляющая здесь очень большая если начинают психовать и нервничать команды которая должна была выиграть и вроде ты смотришь она сильнее но она попадает ну то есть тут как бы сенсации там через тут можно и там и миграировал даже мне кажется в каждом туризмаре она есть по-любому ну тут опять же любительский уровень все это на нормальных мячах как бы то меньше пропустит все просто давай хорошо окей круче с получает стал борисовью не но вот я по себе вижу это вот такая вот четверка это горизонт по процентов это га знак га знак это не близко все вот мы амкал и как по мне может быть какой-нибудь дал построй мне тоже как-то на перевалочном но не такие ну типа я ж говорю вот и всех дать они вроде на дому и они долго микс терм опять играть ну их посорить это да все на дому тут самая большая составляющая идет те кто настроен вот если кто-то заряжен выходит и играет все вопрос как только расслабляется в этом зале это как аквариум все все бьют все дерутся ну да все какие-то жабы забивают это там просто просто стечение обстоятельств визе нет воротари опять же кто-то может пускать из трех ударов три какой-то воротарь может зацепиться и била это помрали опять же бьют ладно я думаю надеюсь вам понравилось ответ на вопрос такой смятый подсказка это человек из твоей команды даже не знаю у нас на 15 20 человек звездов пускай напишет потом после потом напишет перейдем к следующему раунду у нас сейчас обсудим прошлый тур это какой у нас 12 правильно тригры осталось 12 13 грани а кто еще много резонга горизонт сейчас играет осталось да 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 это молодец на структуры у нас как обычно мы записываемся в четверг поэтому мы не знаем как сыграет горизонт вот ну давай саша кто у нас там был первый матч звезда издается же учитывая ход ну и нас где-то там околочь наш по-моему да малой который был с нами зима белком да 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 такая какая-то банда непонятный вообще они вроде и дерутся и не дерутся и звезда набрала ход выиграла но они игры час выигрывали и это не молодежка выиграли я не знаю с горизонтами не с горизонтами будут играть но я не знаю команда вижу тоже настроить для них я думаю это это потеря скорее скорее не заработал а для вижу так много ну да я потому что тоже ставил на звезду по мне это да они скажи конечно эмоции они потом проиграли кому-то там они должны были по-моему нет это мы сейчас который турбом это я сразу говорю до этого резал да поэтому я думал они немножко давай дальше что вот тут вообще тут очень до счет 52 был ну опять же говорю видишь расслабились получили 5 вот блин тоже микс там такая команда конечно я не знаю выходит как-то забиваю сразу три ты не понимаешь что происходит потом играет что блин я не ну да заломали я говорю из-за того что зал маленький все кидают наступать тут уже просто тот-то немножко там побыстрее разберемся и попадет просто париж для меня это была такая конечно игра очень странная почему даже мало неплохо стать еще раз игра более-менее пойдет но это я знаю почему сергей горит потому что он хочет на буду пускали бесплатно может там охранника работает сейчас ну давай что там дальше у нас 2 1 для меня ты как думал что какие у тебя были были ну без понятия сейчас те у них ничего лишнего нету они такие работяги прям пахали реально что-то не хватает завершения наверно вот туда это не поспоришь ну у вас вроде все по стандарту но висит тяжело пошло значит ты шиграешь как тебе позволяет соперник ну конечно если ну там лёхо башкевич неплохо с левой поджимали по-любому тени носочек нет ну видишь тут рано и себе на конторе давал кэп 2727 на доске на днн мекерс когда подписать потому что со всеми как обычно 50 на 50 я хочу они не пойдет уже но то вы сделка строим играли да мы не знаю там просто звезды сошлись мы без замен выиграли 54 но у нас просто так шесть ударов каким-то вообще чудом там ну прям все нормально играть я даже не знаю просто него это такая у нас пока вот с ними было знаю на самый тяжелый потому что мы без замен два таймона своей половине практически ну 5 4 выиграть неплохо хорошо давай что у нас там дальше это лёха наверное придумал да догма тагерс ну конечно то же чему в хоккей нулигу догма тагерс ну там догма ладно как просто догма не зависит все все понимают спасибо вам родные пивков не кусать его заходим 0 4 проиграли сто процентов не отдыхали не только мышцы мышцы не никогда я знаю что это было воскресенье они играли еще в то время когда уже чемпионат мира шоу они думали быстрее бля давай закончим мы играли мы играли все они перед нами они после нас играли а с кем они играли легион ну вот там тоже вот команда у них такая вроде целом и дима чернов боевая такая команда но они дерутся реально вот они вообще не у них опять же мораль они временами на друг друга обижают это вот у всех команд ты начинаешь играть начинаешь тот кто морально устойчиво потому что ну в момент в этом зале у всех всегда есть просто просто лучше обороняется не обижается условно мы с ними так опять сыграли но у вас там тоже свой нюансы это люди не подводами меняют тяжело да в том числе я это называется на на легких потом ну как сказал дима усманов подожди по тебе мы еще поговорим что у нас там дальше пришло время я после игры забил себя а перед игрой а перед игрой написали был уже уже как два с полна года был там то на травме то балдел то не балдел тяжело восстанавливаться в 30 лет максимально неудобно все резиновое уже такое ну раньше было резиновое сейчас даже такое блин я даже не знаю штукатурочка такая засушит все тянется все рвется болит перед игрой топли слюни эти тренировки эти все перед игрой как разминаешься не но это естественно я просто вот с августа месяца но марины еще не настолько что у нас только тепло но есть просто с августа месяца вот что ты понимал нас полгода вообще не играл вместе с августа у меня было это просто какое-то издевательство над телом потом чуть восстанавливался восстанавливался и сейчас вроде два по двадцать но это тоже сумасшедшим так тем более как то один раз играешь в неделю то два разыграешь неделю двадцатку встал отдыхал не отдыхал два тайма на эти там еще где-то любитель да некоторые даже вышки так играли на у нас по мини-футбол а сейчас вообще другая сейчас выходишь малыши эти носятся вообще никого не знаю что-то заниматься не занимался а он отворота и все отворота мы еще с никита разговаривали по этому поводу что в этой лиге очень многое знаешь может быть вообще не мини-футболист знает вообще как играть в футбол просто этим своим каким-то беганием туда сюда вот я же говорю просто туда-сюда он просто за тебя кусился и все это решать либо команда выигрывает на пасе на каком потом начинает 1 2 3 4 5 0 2 команда садится на скамейку но это там пять процентов что команда реанимируется атаки 7 начинают загружать мешок тут по маратке бьется тяжело и тем более многие не умеют физически вообще решать люди вроде играют 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 потом начинаешь по себе вот не убегать не бежать никого-то рассчитывать и тогда вот и происходит эти сенсации едешь домой отдыхать без шанса а так принципе ну вот вообще вот этот тур феникс с кем мы с гознаками гознаками играли да какой счет шесть шесть три да там такой тоже момента знак такая команда тоже мы выиграли 42 потом что-то подвезли себе 43 и там 14 минут ну такой какой-то непонятной игры то есть по факту как я играл например мне казалось что мы вот-вот и забьем вот так и случилось со стороны в принципе но если приседал мне казалось сделали 44 ну уже наверное было потяжелее вообще непонятно то есть ты вроде ведешь всю игру потом сравнивать и ты начинаешь все по-новому папа сложилось так и сложилось какой-то на дальше они как-то вот и не знаю вроде всех выиграют то есть они не раньше они в основном граждану первые игры не играли в старом бассейне сейчас сейчас правильно вот 64 это для них для этой команды которая должна в принципе это прям очень много мне кажется это прям много но вот хват не рассказывала это что у них там три команды можно было еще тренировка была типа это такой показатель может быть мне просто знаешь как кажется еще что не готовы ребята в плане игры так много пропускают стабильная команда ну как плане игры но лишь по-любому молодежи чемпионат какой-то играют у них есть люди которые где-то повыше от здесь которые пониже но опять же смотри там же павловец у них серый даже смотря какие незадачи ставится если у них есть цели там выиграть например то наверное поэтому он там и играть ну и тогда если кто не участвует например в чемпионате допустим тогда это для них это типа считается сильно если не второй состав чешет у нас практически все команды на город то есть это типа если еще не основа если по слова пришла мы в том вообще все мешок загрузили ли там и повыше существами играть надо смотреть короче ну я не играл с ними поэтому сказать как они молния пацаны тоже типа простые очень раз первые тяги да просто играют просто играть до конца борются и даже кажется что молодежка много тоже забила получается что там 6 человек было что не 10 3 почему много дома внутри ну я не знаю вот у меня такая вот я с нами говорил мне вообще не хочется пропускать один даже в этом зале если разбирать и в целом если ты правильно обороняешься вообще да то моменты впереди будут но это всем командам можно сказать тут уже индивидуально какое-то мастерство решать если ты допустим даже какие-то моменты начинаешь одну 123 там голод мы даже своему артарю говорим что если ты пропустишь 0 ну то один гол мы свой это по любому но такое не бывает к сожалению для остальных команд не знаю может у вас вратарись в порядке нет у нас под настроить у нас я думаю в леди так пару человек которая также над команды зависит но это out и ладно я не беру хорошо дело случая коробка маленькая а вот и это там пятьдесят процентов гола считаю если правильно но с игры пропускать ладно хорошо мы закончили прошлый тур человек да у нас сейчас получается у нас небольшая пауза виде могли прийти и не пришли сегодня к нам могли прийти но не пришли леонардо пепси кальяном бабе и криштиана аналдо итак мы немножко немножко отошли от темы сейчас продолжаем сергей тебе подписчики также до подписчики мои задают вопросы такой вопрос первый сезон в лиге долго ли ты раздумывал чтобы принять участие и почему феникс вернемся к истокам режим эдуарти антонио фагундес если я если вы присутствовали если вы присутствовали на начале интере интервью то недолго раздумал просто была пауза из года практически вообще не просто предложили думали что у тебя были команда команды нету просто предложили поиграть я согласился больше никто не звал думали что может я вообще не было других предложений других команд да как-то я ни с кем и сейчас они обсуждал просто мы заявились меня до последнего уверен почему то что мы свои команды заемся всеми тем кто и играет а потом начали всех спрашивать там один там один там один там один там и вот и чем ты начался уже заявить никого не дает уже а вот паша сейчас борис не всегда или приезжает блин у него там в гомеле свои вопросы какие-то есть но как бы выходные пока здесь а вадик гусев последней игры я видел его тоже борис бадает он не было его то болел поработал понял хорошо напишите комментарии понравился ли вам ответ напишите следующий вопрос такое немножко может тебя задеет может не говорят серый в дюшке всегда списывал все косяки на кочке вопрос такой с возрастом пришло понимание что причиной были вовсе не кочки это просто стёк был пиздец а ноги серый при любом косяке всегда ссылался на кочки вот как ты можешь это повесить это если так залезть дюшку я даже не представляют ну вообще там там что только не творилось я не знаю куда мы только не ездить что мы таком делаем да ноги ну конечно какие кочки технично хотя в бред хотя все все играли на песке сто процентов на камнях на камнях же я даже не хочу эту тему поднимать раньше когда вот телефонов не было планшетов модных компов ну я без телефона знал где люди находят все ты даже не звонишь может не звонить все ты играет футбол там пришел там пришел туда на велики съездил туда ты как мимо эти эти говорю это как в блин там люди женятся что-то делают бизнеса заводят а я бил бил палкой крапиву и песок и лужу пил потому что на колонке вода закончил от дедов соли в жопу получал понимаешь когда яблоки тырил ну прикинь мне мне нравится из жизни серёги это тот момент когда я учился в парнате а ты парнате заканчивал курсы ну два года на и я помню серёгу встречаю серый здорово здорово малыши такое а ты чё пахалась пришел как я ну тренировка была сейчас я пахалу на учебу я у нас просто бандейка была получается не поступили физкультурный и как получилось получилось так что мы решили пойти на курсы на курсы как раз там чтобы самих этому знаешь так было да и можно было сделать все курсы платные но мы думаем нормально подспорить что пойти потом универу точно поступить либо это там же наверно после либо педа но чтоб корки какие-то были вот среди специально образовать почему не в принципе для тренерской там можно было много чего взять плюс какие-то там предметы параллельно перед ними и было время что у нас как-то футбол это еще что-то там ходили не ходили и короче мы смотрим расписание на неделю а мы с нами учатся те кто после училища олимпийского резерва пошел дальше но для них они бесплатно бесплатно ну как у нас например борис и был во всех вот это хер да и мы все вроде все нормально вели договорились и получается какой был расклад питание это было порядке и в обед и с утра с утра там в реальных порядок и мы как-то подбились что у нас спрашивали вот вы ездите кто плата не плата кто хотел у нас типа пробивали байки ну и сказали все хотите есть мы думаем нормально и потом какое-то время проучились и понимаем что ну косяк сразу не придет вообще он прилетает ты пять месяц обалдеешь как у университете потом а потом месяц у тебя просто ну ты фильм форсаж просто ну с азотом со всеми это долго преподавателя к другому все быстро не сдать иначе отчисления того пошла ну все надо проходили вот и да все пробили эти пайки сказали кушать все нормально и мы якобы думаем что сейчас все будет в порядке на опыте мы приходим смотрим расписание смотрим что нас ожидает что нам надо не надо мы пошли покушать пошли покушали потом там футбол и тренировки у кого-то да ну кого не было ну что пойдем да нефиг там делать ну пошли все чисто троечники такие уверены потом когда-то уже ходили были преподы кстати крутые но интересно было были там политологии социологии сюжеты когда учился у вас были там азербайджана там грузии у нас все были про в чем прикол что мы платно занимались у нас были все кто-то под какой-то сборный был но тогда это понятно и там пацаны с борцами это познакомился с боксиком у нас там лыжники были в основном группе тайский бокс был борьба что еще было но вы же чуть-чуть наверное вот но в принципе но все короче какие-то сборы как не увидишь себя в кипе все халывают все такие нас на спорте ки чисто а баскетболисты волейболисты все игровое будет типа да короче поэтому на какой университет а еще когда не приходят все сборники твои ну ты приходишь там же реально солидный байк внутри первое второе компасы вообще вообще ну республиканский шоу ну таки там прикинь когда еще сборники не приезжают нас пять лыжников они на сборах 5 пайк а я короче я малой я вот хожу говорю там пайку давайте а у меня получается она показывает меню и там там две с чем-то тысячи калорий там должно быть прописано я взял пайку пошел хавать хавы он серегу встретил молодого это все я понял что типа какая-то кто-то питается нет я следующий раз подхожу вы дайте мне там дополнительную конец на мне к 2000 не больше не меньше все пошел на у меня было так я больше не давали ты заходишь ты просто захочешь это на столе накрыто все и ты уже понимаешь что сказать для человек нет у нас всего на 15 группе 5 нету 33 стола накрыта но естественно там все садятся кто как хочешь твой стол это серьезно так сейчас ты возглядаешь бомбардирскую гонку в лиге и если у тебя по находите вообще ну пока приходится так что приходится что-то там делать я поеду я по защите он сколько-то уже главное нужно кинул до 21 до помню а я есть вообще у нас информация еще там 18 16 но просто я же не забиваю химкам по 6 или там кому-то повозь ну так они конечно все молодежки там смотришься забивать не забивает вопросов нефтер гривне главное чем старше ты становишься тем возле лица результат свой прикольно как бы что забиваешь на все но в молодости это прикольно да там забиваешь там круто команда команда на последний тут надо но в нужный момент забивать это вот как я тоже говорил то что не люблю вообще-то давать там память от риме я пропускаю как с вами 5 вообще просто таких ошибках там тоже творишь пацаны пацаны давайте как-то пособране не люблю вот мне просто не хочется результат реально хочет результат это вот дырдыр мы изначально даже когда вы заявлялись у нас люди сейчас ребята которые с нами бегают но по факту они но мы и заявили но они пока кто не может очень долго играть поэтому естественно у каждой нормальной команды я думаю нужно страховать ну конечно да заявлять кого-то или там просто кто-то должен быть поэтому но про расскажу что пока тоже под настроение кто как попадет но если выйдет в плей-офф жизни нормально никому не ну слушай а у вас есть какие-то планы на кругу кого-то заявить думали уже что-нибудь пока наверно нет но все играют все как-то своими силами ну что-то будем думать потому что пока реально собирается то не собирается вообще в этом царе нет таких чемпионатов чемпионат надо реально иметь на чемпионат если ты вообще любитель и приходишь только на игры воскресенье тогда тяжелезно надо иметь 9 человек здесь 4 это сто процентов если ты где-то физически прям силен ну 6 7 человек достаточно четверка два запасных ударов все если ты там уверен в себе максимально но опять же надо быть физически и технически подготовлен у нас видишь как в лиге кажется нужно играть мини футбол у нас люди в большей степени принять смех не могут да с большого отскоки ну вот это вот большого да вот это вот ну это база эта школа у всех проблем нет это база основа основа канала снова так ладно перейдем к следующему вопросу у нас что не получилось борисов 900 и почему пришлось уйти в разгаре сезона нет задавали хорошо зажали вопрос блин ну не кривя душой если говорить отчасти наверное я где-то сплоховал потому что вроде только набирал пришел туда украинский тренер давал давал шанс нормально играть я там в принципе практически со всеми лидерами ночью играть на баре вместе ходили с ним не рад да и сидись в эту углу знаешь там типа тренер как вот как у меня например да тренер это можно считать два человека это тот который тебя тренируют и какой он в жизни в жизни он может быть один когда он там тренирует тебя что подсказывать может быть другой добрый лиц и понимаешь о чем и таких но есть но это бы наверное больше профессиональных вот они сполучаются дух внутри команды то есть и внутри коллектив должен быть и занят порядке такие команды когда у тебя стоит человек над командой например и он постоянно требует результаты дает постоянно на тренера и тренинг из-за этого из-за того что у него надо слепить из того что есть человек поиграл там европейскому приехал к нам начался рассказывать там что-то показывать и кто-то это впитывал кто-то нет и смотришь выходцы там реально там три-четыре человека они сейчас вышли в топах и командных игрок кто-то остался у кого-то не получилось кто-то не впитал как будто кто-то например там психологи опять же решает кто-то недотерпел например вот тему козел он в сборной сейчас играет допустим и в столице он просто ходил тренировался просто терпел тренировался играл ждал 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 выстрел все он чуть чуть ли не там капитан не знаю вот мне даже тогда было видно я помню что он прям хотел прям хотел ну перетерпел и жгри переждала у меня там свои весельчаки были поэтому это в низке надо было подгореть поехать до пятницы начинается после 5 у всех ультиматом на всегда всех самые проблемные места до много футболистов которым и получается так что полгода мы проиграли вот я с бенту перешел получается бориса 900 полгода мы проиграли и полянка сказал что типа ну все нормально все хорошо тренер говорит но сейчас я буду привозить еще двух украинцев вот будем играть и на тот момент естественно те кто играл в борис все кто были в борисе я-то с минска на тот момент и он получается порезал наши деньги чтобы естественно на тот момент наверное то что я был молодой горячий ну как бы я с уверенностью и вернулся бенту опять же это полгода эти и закончим вот но надо было наверно перетерпеть потому что он бы дал очень много даже просто не играю максимально хочешь не хочешь но проявить себя дал я как-то на всех там и на руководство обиделся что мы начали резать потому что эти приехали а я такой вроде бы набирал мы круче вот и какая-то панихиды пошла я по психологии что-то просел ну ладно получится бенту думай нормально он меня как бы нормально пустил но говорить типа но оставайся не проблема музыка и будешь получать не я что-то так психологии были мне кажется это нормально для любого человека для молодого парня сейчас разговаривать так конечно играет по тебе во первых не дают играть либо тоннере дают на день смысл тут мини-футбол это такое понятно что это как хобби я не знаю ну смотря особенно в беларуси смотря в какой команде ну первая четверка в беларуси вышли 10 ну там да там ничего плохого вообще не скажешь какие-то такие короче ну как-то так как-то так получилось что это я где-то я короче сплоховал где-то не поверил сюда ну и второй момент да ну и там есть вопросы по руководству ну как бы там свою кухню везде в каждом руководстве есть свой вопрос но там почему-то я прям вот совсем негативно был в каждой команде есть какие-то виски хотя тренера вроде меняются а люди остаются там руководств если будет палка до конца то есть если ты играешь ты вроде недоволен руководством но и второй момент руководство поменяется команду все они как бы этим живут но у них есть свои правила ты приходишь под эти правила ты либо соглашаюсь либо ты не собираешься хочешь он пожалуйста 500 команд сарагоса эль поссор по сумму сиера бакарди но этот уже про сорок градусов про сорок тяжело даже я не понял это в боях это в боях было фишкой вот эти все типа тоже хардкор там еще что-то знаешь плеща там да ну всякая фигня там вообще и челс сидит и он говорит ты откуда там я местный а ты местный или двуместный помнишь он видел это ты местный или двуместный да не зашла потом да не зашла а потом зашла ты местный или двуместный хорошо хорошо слушай да и посмотреть там цирк вообще ты шоу ладно давай перейдем к следующему вопросу задаю тебе вопрос как ты оцениваешь работу судейского корпуса в Лиге блин ну это самый тяжелый вопрос так как я сейчас вот за этим я к сожалению слежу я сейчас самый глостный нарушитель я уже получу ну прямой красный не получал как бы не считаю нужным здесь на любитику можно никого-то ломать травмировать зарубить всех работаю всех зарубиться зарубиться да можно но так чтобы потом люди больничные брали не работали но есть разные эмоции разные ситуации разные ситуации смысл какой можно случайно ударить можно нет и тут вопрос в другом что ну судьи они такие же люди как мы но с другой стороны ты играешь а он судим и второй момент ты ему скажем так они же это какие-то деньги по-любому получать и хочешь не хочешь надо какому-то уровню соответствовать и футбольный любительский уровень это например это вообще тонкая грань когда ее можно нить игры выпустить вышки там например там судьи они постоянно там на тонусе а здесь там ударил там ударил и тут люди они-то повспыльчивее например начинается вот это там где-то дал фоу где-то не дал на тебя кричат не кричат они вроде прибивают всем ну вроде четко сразу дают желтый что-то никто ничего не спорят ничего не делал но блин какой-то рано или поздно момент же коснется просто нереально там успеть увидеть за все каких-то моментах да в каких-то нет есть матч там где ты играешь вроде все нормально никто ничего ты сильнее ты вышел ты выгнал там в 2-3 мяча все радостные все довольны идут никто за судей вообще даже не смог но когда ты какие-то ничейки проиграл начинаешь спорить там с одной стороны судьями и как бы как игрок ты думаешь блин ну зачем те судьи иди выиграй и те похер вообще на суде будет но и второй момент есть есть там где например судьи ломают игру они постоянно там в одну сторону судят или там не судят например туда и не дают и ты на это отвлекаешься но это ломает игру с большего но в целом как бы от матча к матчу у каждого свои косинки какие-то есть но у вас нету видео нету подтверждения это жалко там нету каких-то например показать косяков но в целом с большим углом да есть моменты не поспоришь есть просто если ты видел ну там например винишь судью пишешь сразу там главного судье и он там что-то решает и тут опять двоякой ситуации ну момент этот на игру не повлияет уже сыграли уже сыграли все три очка то никак не вернется было и опять же второй момент выиграет и ты не будешь скидывать все равно как по мне да это видеосъемка это хотя бы знаешь те же самые моменты желтыми красными карточками ну вот с этими удалениями там кого-то лишить вообще участие кого-то там на 5 еще на сколько там мальчик не на любая драка это минимум должно быть 5 не знаю там три за какой-то там отдельный стык может быть но за драки надо пятерка это вот самый базовый если там прям вообще там побрался там вообще зачем это надо драться ну жесткие стыки все-таки я бы наверное на любительском уровне единственный какой вопрос вот эти все прямые ноги подкаты сзади что-то из-за этого я бы наверное все таки убирал и красный что убивал когда ты например кстати еще такого не замечал вот сколько играл пока вообще ничего блин ну есть моменты вот видишь кто-то там уже момент прошел ногу довести и тоже есть есть например вот ну типа да есть такие моменты ну вот я бы например чтобы не ломаться есть зарубился нормально дал желтую все чтобы человек сразу они не пресекают а потом думают тут дать тут не дать тут фол там желтая начинает пускать и из какой-то команды играешь он кричит ему матом этому суде например он просто плечами там прожимает что-то еще проходит пять минут он понимает что с трибуном укрикнули там да это желтая он тебя прихватывает ты ему что-то говоришь только слово сказал тебе пять минут посылали куда-то короче ну такой от мальчик-мальчик тоже по настроению судить да по настроению судить ну какие ну купить давай следующий вопрос когда вы последний раз ставил свечи я уже быть свечки эти у бабок и опыта покупали там только успеваешь слышать вот это вообще фигня пошла просто типа не везет я просто помню что были какие-то у нас разговоры то ли мы играли там за мясо комбинат или еще за кого не знают кто-то придет кто-то принесли дома и все да просто блин я не знаю как сфера особо никогда не был связан поэтому блин не знаю мне так это шутка я просто как ты знаешь когда мы даже борисов 900 всю жизнь в церковь ездили после игр перед играми я сарешу то вроде не надо не я знаю про что я про в плане того чтобы это были играет внизу который за кого кто-то заходит там начинает сергиенко там сарачинский знаешь таких вы свечку в церкви поставили на то не забиваете там уже 5 это баровские какие-то приколы но такое было было я такое помню сто процентов может нет это написал сергей сарачил кто сзади говорит а давайте пошел на игры наши смотрит нет но смотрит подкасты смотрел я понимаю моментов 700 забида 2 все раньше он наверное доходил смотрел же как мы играли вот видимо решил строить так ладно нейтральные меня подкрепливают эти мешок в команде прибивают как тут без забива психологическое давление давай закончим с вопросами последний вопрос у меня написали тебе спросить как вообще у тебя дома как дела это четко да в порядке хорошо живем пока меньше отдыхаем готовься к новому году жёстко планировал что много не ну просто доходит по факту как-то не знаю реально стареешь что потому что слона птицы что четверг надо позвони что-то позвони не надо что-то прикинь так это уже это блок будет в клубе я зачем прикол я был птицу встретил вот я вам пообещал все как-то надо надо и как-то не как я ребят когда встречаю у меня каждый второй столет не с кем не видишь в клубе бывает даже с кем-то там видишь по писюрику там бывало уже сейчас порежу да потом чтобы видеть жестко так навалиться хорошие хорошая история прописюрик ну-ка ладно почему я спрашивала себя там перед игрой бахнул ты там не хотят писать у нас была игра за мясокомбинат и серёга приходит такой довольно радостно там меня того по ключу люха начата как это мало сидела это нормально серёга на чё ты чё ты не сграешься ну это так я уже разгоняюсь встаёт такой типа коньячок такой малый надо мышцы в тонусе в тонусе на дробь писюрик писюрик перед мало вот столько писюрик это было ты не помнишь честно не помню серый я помню что это было еще знаешь когда когда и подготовка области вот так может быть блин это после какой-то наверное дежурки сколько здоровья был мне сейчас откачивали бы блять понимаешь если бы такая фигня была пить в игрой я бы сказал да не играйте сами а только медик медик с колою валидол валидол у него нет пульса а я стою смотрю прикинь я стою живой такой разговариваю с вами а мне подходит и просто поворачиваюсь как фильм мы его потерялись давай ладно перейдём к следующему туру 13 да тур у нас засиделись да что-то мы сильно засиделись ну блин слушай ну и общаемся да нормально да че чай не заварили кальянчика нельзя не засчитать надо уже уровень надо вот сейчас собраться и потом после первого круга еще собраться все гостей позвать все микрофоны раздавали ну это уже будет депутатский сток там будет уже шоу барьера знаешь такое там все рубится два барьера стоит и два политика там ааа и по телефону лайки эти собирают звонки да да голоса голоса за кого дурка блять ну и зрители еще сидят ну да прикинь это реально будет такая дичь у меня там сидит саша за кадром поднимает смеемся осуждает давай кто у нас там следующий 13 тур да давай попрощит одну из хотя бы хоть что-то может молния 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 ну туда тут пацаны опять же кто соберет свой мчс все они всегда собираются они построже играют в принципе все на по физухе нормально ну я думаю если же как в прошлой игре куда состав такой похожий соберется ну там 6 7 7 1 наверно какой-то будет до этого это как-то вот и заросла вот есть человек но если как ну нормальная команда играет это 13 1 да все ну железно это реально поташину с пацанами там и повторникам с некоторыми бегу и вообще все знаю такой сумма не команда с середняками надо играть чтоб они там какие-то сенсации делают ну это да поэтому я думаю штуки пока без изменений играть тем более с лидером но такой всем один я считаю что где-то пускай 8 1 8 а я думаю что 8 давай я возьму 93 пользу круче с я думаю да да шоксиста пацаны возле штанги потёрли я думать на сенсации точно будет все более ну то же самое вот и у среднего средней команды 2 сейчас не отпустили у химиков я смотрел как-то игру вот я не знаю что думаем проиграть ну как бы я знаю что там не собрались вообще практически у красного стамбль плюс ну красный посмотрите уже потом был там от паша только был у нас у тебя тогда не было да у меня это много но я не как-то так вроде игру играли ну там опять два по-моему проиграли ну даже с двумя удалениями ну это то момента было миллион просто ну ладно с учетом того ну тут я думаю убил то строй потому что у химиков они молодые они пропускают там два-три гола и начинают плыть обижаться поэтому у них там час весело больше и пропущен это у них там уже подсот в короче больше 100 вагонам до закинули больше 100 поэтому ешь малые без характера ну то есть хручат 3 100 выходит начинают получать каким еще каким боком они сейчас это даже 55 я пока не знаю может они часы будут набирать 2 4 собрала может я ошибаюсь но пока вот первый круг просто пока слабо так пройти но смысл в глаза и да и все там по мешку закидываются блин ну ладно не знаю может пацаны поменять вот пацаны взбота строй они вроде играют на них там опять же повторюсь наверное что с реализацией с вопросами в принципе у всех но в целом они ну получим вас получше игра ну конечно поселее блин я даже не знаю я думаю где тут я ловлю 2 зая разница будет до 5 2 я считаю ставлю 252 да бьет блин я тоже думаю что а потом запомнил дайпу какие там брал сюда я построил посильнее будет выиграет тоже если как как химики соберутся если они там соберутся там 5 сейчас 5 1 каждый матч на самом деле есть вот как можно при угады и догадать любитель но ты знаешь на плей на плей-офф уже не будет вот этих отмазок соберутся ну там уже все проиграл до свидания я думаю белка строй тоже где-то пятерик забьет химики 3 когда-то 3 ну ладно хорошо сужен две равных команды как по мне блин я не знаю но микстерн как они играют так раз дома вот просто вся игра на столбах ну таки ты же понимаешь усилим сильная тактика проходит загрузили а с другой стороны не будем бить не будут ударов есть такая фраза не будем бить не будет ударов ничего не смущает но это стандарт человек сказал не будем бить не будем пить не будем пьяны и принципе но я не знаю я наверное поставлю все-таки молодежка молодежка сейчас это сыпется поэтому я думаю это же 4 2 пускай будет микстерн конец считал бывают рее какие-то ставлю 5 футбольную а это мини футбол 4 2 не этому будет больше колок поэтому это микстерн шестерик закинет молодежка 464 думаю такая это чисто мое мнение ладно я поставлю 53 главный петель вот так нам еще до чувствующих до на 3 5 когда получается это вместо на 3 5 что надо что володя мне постоянно пишет тоже блин как же ты запарился своими видосами вот это да вот это да вот это да вот грубо говоря такая рубрика вот это вот это да писал писал написанный комментарий что если если раз повторить быстро вот это да то будет фамилия кого-то африканцев африканского футболист к сожалению тот кто-то это сказал тебе мы живем в беларуси еще у меня начинает пробуяка вспомнил я там знаешь начинаю какие-нибудь видосики кидать там придумать для тиктока и Володя пишет Илюха заканчивай с наркотиками наркотики это зло я осуждаю я осуждаю в мод его в мод так по счету что у нас смех смехом как говорится мехом мяг мехом ну блин нсж я тяжело такие матчи какие-то думаешь ну вот вроде смотрел вроде играл ну поставлю на догму мотивировать их никак не буду лёша пускай сам промотивирует проломбирует я думаю он там после игры и перед игрой да какой я в кивсих видел а не в кивсих ходит потом вот эти вот на море спасательные круги не надо брать тяжелом и тяжелом смотри разозляться нельзя вот тут бить я сам такой же вот тут биться другом снимет догма 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 с кем они сыграли нсж со звездой со звездой догма проиграла легио вот это конечно можно сказать в один мяч тотал какой-нибудь там не конечно тоже при 1 предпочтение догмы я не думаю что с и же там зацепиться там молодые ребята не сильно не умеют играть удобно хотя бы там бойцы такие все побегать могут а я поставлю блин будем 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 просты поставим поставлю тоже 52 я поставлю 4 1 на домом мне давай тоже 35 ладно хорошо нсж догма ребят будем бить 35 как в морском бою ну да у нас так так получается что команда либо много забивает либо много пропускает ты тут все так играть вот как повезет да ну там пару матчей там в один гол пару матчей 0 0 1 0 короче интересно 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 давай что рукало легион честно сказать субботу собирается мк обухать поэтому все может быть тяжело там как бы нам так ну паримач никакой не предложит ничего у нас ни одного договорника не будет ты все сдаешь блять на камеру сразу понимаешь как договорить с людям контракт там бешен я выпуск буду выложить в воскресенье а малой хавалка ваня знаешь у нас играет динамо сейчас дубли играет в основе в основу подключают ваня хавал 2003-го он сам играл не помню что игр на какой позиции он сверху всегда играет с корпусом такой цепляет худенький такой темненькие волосы да блин он такой вроде неплохо но у нас по моему вот он неплохой из-за того что у нас человек ноги перекачал вот малой наверное его тогда я отвозил вот я наверно тогда был очень злой на последнего защитника ну вот она наверно туда его перебегал ну значит ну значит хорошо не зря просто сюда тогда пускай не едет слушайте турнир есть у него там какое-то будущее сюда поехать чревато что ему кто-то будет играть поможет вам тогда по счету что скажу ну с легионом до 55 но там сами отдали игрок сами себе звали три гола просто подвозеющий сделать но никто не дерутся они такой неудобный соперник но опять же есть у них момент что они там на друг друга начинают кричать что удастся поэтому есть разлад вот блин мы будут они браться но технически вводят как бы если будете бегать все помнили вот у меня в голове два варианта развития события либо как же был построим мы сыграем 2-1 но я тоже вот думаю что-то в один-два либо второй вариант это будет большой разгромный счет я борюсь борюсь в этом какой счет поставить минимальный либо потому что мы много забьем минимально ну хорошо я тоже тогда давай поставлю счет какой-нибудь 3-1 в нашу пользу даже 3-2 будет тяжело мне тоже кажется 3-2 ну давай 4-2 поставлю замотивируем регион 4-2 пускай будет будем их лезть и за регион или нет ну пускаем кал будет но пока честно даже не знаю блин ну ничего ставить ничего это такое ну как тебе вообще наша команда давай 3-3 если вы будете с поезда как говорится звезда грозы б это по моему черный майки сюда пацаны сушили они и галсту вообще не рады я по моему черный майки тоже простачки эти внизу внизу таблицы работают второй с конца не звезда тут однозначно победить смотрел я вспомнил что за команда однозначно победить эти вроде тоже несутся но там технически тоже вот смотри технически послабее ребята из этого грузы бы получит они наверно вот нсж и агрозы б они где-то вот вместе внизу вместе данную на нсг там они как-то я вот смотрел у них как-то там получше получается не знаю короче звезда сто процентов до по счету по счету по счету даже не знаю я думаю всем один будет да ну я думаю пускай 6 2 я 7-1 я 6-2 гознак борисов 900 а где игра на вход сюда все подожди гознак а недавно борисов юни играл с кем молнией подожди стой ага знак играл с дм все недавно я гознак игрался ддм фоссе и вот у них сейчас бориса детства и они проиграли 5-4 признак прогнаться 4 4 4 4 4 3 4 3 ну блин мне хочется видеть чтобы знак на фото короче играет или нет но я думаю да честно я бы поставлен я не видел малых мне тоже вот я вот честно не видел во первых как они в маленьком зале играть во втором моменте но если год знак опять же будет там зале играть но у них тяжело будет там 4 2 какие-нибудь будет что-то типа такого что малые носятся ребята например более аутики столбик менее-менее передвижный если это большой зал то блин ну 52 не влетят наверное думаю так я чисто хочу такие однако я думаю я думаю малые метод 2 творится тоже между собой что я не бы хотел чтобы знак в игру конечно же у них знаешь они это под давно играли фото с горизонтом какие-то может них работ есть мне кажется чисто вот просто для возьму и поставлю так же таки нагознак за счет там 5 4 что-то не игры что борисов июне попускают очень много царит от зала если да то я так понимаю если полуху тренирует скорее всего если они будут проигрывать петером по любого это по-любому но значит либо 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 ничья либо тогда я поставлю на признак просто не зависит и большой зал я ставлю это 524 на юне потому что мне кажется что но хотя 5 если будут будут цепиться ну блин они как-то по речи не знаю пускай до 5 2 пускай остается как-то мне кажется за счет скорости и еще ты движение если они прям уверенно так играть и то это всем плюсом там словно по очкам лидерами остановит это только плюс я давай а я дам победу просто четверг да вы играете блин ну так мы играем большом зале да соберутся не соберутся я просто чего хотел спросить у вас сейчас четверг рабочий день соберется ли команда вещь от это от этого еще что что-то после работы это меньше мы не успевали на 8 как-то собраться было 9 мы соберемся да про парашют ребят ну мне кажется я ставлю 5-1 ваш бой 5-1 я вообще верю я 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 верю пишет значит значит немножко раскручал если не пишет значит пришел это деревень у них у них стабильно собираются две четверки стабильно они постоянно тренируются за счет чего вы тогда выиграете за счет чего мы тогда нет я просто говоришь ему это черная лошадка не забывай что мы как бы может может я где-то ошибаюсь что мы уверен это наш зал вот ну большой это где-то поразминаться хорошечно да не в разминке сделано тут тут просто уже тут просто уже интересно как будет кто вообще играть то у нас приедет поэтому ну я не знаю но все все что он тоже собираются они они там воскресенье куда-то на любительские чемпионаты штаны и тут играют ну короче ладно хорошо 4 ну блин не это да возьму 5 то что вы забьете но пропустите вы стопроцентных минимум трешку я думаю ну я понимаю но ну это чисто моя ну вот как и моё лишь ты говорю просто просто сопоставить все наши разговоры как бы что и вы собираетесь очень много матч у вас реально на ваших же ошибках вы пропускаете голы и очень часто это чисто знаешь такое блокнот я там записываю ваши игры свяжут на тестом передергиваю короче нормально вырежете врезать не так поймут дать леды короче да пускай вы 4 1 ну хорошо я поставлю 5 3 ваш как это закончится эпопея ждем вас ждем ваша себя напишите комментарий что об этом думаете понравились ли вам наши прогнозы чей прогноз понравился вам больше или не понравился вообще я приду на программу всем расскажу что поставить дизлайк напишите в комментарии что это я мы серёгой придем пообщаемся между собой пообщаемся колокольчики там что вам лайк и завязание там не сердечки лайки мои злайки делать все что хотите надо в комментарии поставить так потому что это так потому что да ну просто если вы ставите дизлайк вы хотя бы дизлайк поставили бы не написали в комментарии просто это меня угрюмый черт просто я смотрю вашу программу то что ну реально сейчас я в туалете отошел от жены на полчаса что то еще хочу знать что тебе предложить в прошлом выпуске у нас был конкурс на шаурму но шурму да ты не участвовал просто один просто одна шаурма просто одна шаурма ты с контракт с кентом отписывал там кипа да 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 специально договоренность есть вкусная рекламируешь я прошлом в прошлый раз рекламировал спасибо большое вот в чем заключался конкурс подписчикам нужно было написать комментарий в этом комментарии я не смотрю анекдот анекдот и анекдот вначале сам было значит я не сразу смотрел анекдот должен был наверно чай заваривался по-любому пока вы там здравствуйте добрый вечер покушать сделать потом надо будет смотреть на эти колонки когда перетягиваешь на ютубе смотрят чаще всего у меня там есть статистика пять минут примерно так ладно и должны были указать комментарий в этом комментарии анекдот со словом химики да просто был такой конкурс анекдот и в этом анекдоте вот я хочу я хочу тебе прочитать анекдоты и чтобы ты решил чайник будет смешнее кому мы подаем шоу пока пока у меня минутка кто больше даст за минуту я ж не знаю так мы ж не в онлайне а в смысле а мы ж не на двиче так выпусти это на воскресенье пускай тебя ответят и мне понаписывайте сразу ладно давай я тебе прочитаю диалог между профессором и студентом говорит профессор можете ли вы сказать что-нибудь о великих химиках 17 века ему отвечают мне больно вам это сообщать профессор но они все умерли ну так по настроению следующие сразу чернокнижного какого ну какой тогда вот сразу самый первый следующий анекдот это то что гурче с химиками сыграет 1 3 химики выиграют у химиков соберу собралась три четверки и к судейству у химиков не было вопроса это что это было анекдота ну то что типа химики выиграют на какого аудитории на прошло что понравится идет экзамен по химии экзаменатору садится студентка вызывающие одета в меню юбки декольте максимально оголяющим прелесть ничего не зная по предмету она делает соблазнительные телодвижения всячески пытаясь пробудить в лекторе дремучие инстинкты спустя некоторое время лектор наклоняется к девушке кладет ей руку на колено и доверительно спрашивает вы свободны сегодня вечером студентка изображает смущение и соблазнительным голосом говорит и преподаватель отвечает тогда поучите вечером вот был еще один комментарий типа стандарта мне такое ощущение люди люди в гугле в гугле в биле не в гугле но это у меня последние странички был еще один комментарий но он был в группе не на ю тубе я не знаю можно считать его ли но пускай пускай будет как бы а мне папа обещал что если я четверть без троих закончен и бросит и что вон бегает радостные у меня тройка плохими значит такая штука собрались люди на короче совещание такое люди которые рассказывают анекдоты и туда попасть не легко типа того да это немножко который жизнь история история жизни можно сказать и про то что сейчас были анекдоты на это на это на это совещание может прийти не каждый туда приходят люди которые знают все анекдоты просто все анекдоты попал залетный пацан просто пришел другом который знает все анекдоты они сидят получается и просто какой-то мужик в зале там 57 и просто весь зал чел которого залет мы сидим не понимаю что происходит 5743 подходит своему корюшу что за дела он объясняет говорит что типа смотри тут люди знают все анекдоты просто все они сделали так что каждый анекдот нумерован то есть не наговоришь номер и ты сразу же вспоминаешь что это такое начал сидит такой думает блин дай-ка я попробую начинает кричить кричать 13 зала мужик под мать чё за дебил он попробую еще раз тридцать два второй мужик под мать что за рахида сюда пусти кто такой чудо залет подходит этот человек друг говорит слушай я не понимаю чем прикол а может отвечать слушай но анекдоты по-разному можно рассказывать ты просто не умеешь рассказать смогут не ну так в целом конечно это просто типа из базовой таки ну это у кого на насколько я у тебя развращен ну может быть я не так акценты давал либо что но честно как бы и я прочитал химик или химия ну блин ну не знаю ну на одном тонике как бы ну слушай я на самом деле сидел считаю не понравился ни один не не один понравился я думаю делать конкурс давай на следующий год следующий вот на тогда на какой-то из ну знаешь как бы просто я почему решил тебя спросить как бы мало-мало-мало-мало из чего выбрать потому что но это реально надо переносить на следующий но допустим там спрашивать у зрителей там согласны ли вы что вы переносите ну да за таким напишите какой-то есть достойный человек который реально там анекдот зашел мало ли там может быть вам зашло что-то в этом мы такие бездушные грубо говоря не понимающие в юморе но если вы считаете как я что нужно переносить конкурс напишите это в комментарии и следующем следующий розыгрыш мы тоже подыграем еще одну шаурму если нет тоже разыграем еще я не знаю я предлагаю просто вот наш выпуск тоже предложить людям чтобы написали анекдот ты скажи какое-то слово которое должно быть либо можем что-нибудь другое придумать слово прям словно можно ситуацию какую может быть так и может схему лакуем до слезать с этого что было дальше типа когда ты сейчас дома поедешь на такси блин это будет интересно воскресенье чтобы мы как бы все будет знать что это четверг поэтому наладим с какой-то с какой-то с какой-то вот они это химики потому что он чуток был схеме да паша тогда схемиков команды мы решили так вот слово такое нет к ощущение ваша наша команда феникс это что-то из возрождения мы там должны со всеми играть ничью проигрывать возродить что-то из гарри поттера да не ладно видишь я ему я ему про то что люди ты мне про гарри поттера а я про феникса сразу думал два дня в пути у тебя все тяжкие ты все там алкогольные напитки перепил заезжаешь кафешку солянка тебя воскрешает и ты просто феникс возрождаешься еще не на гарри поттере тоже же феникс он возрождался после того как разращен ум и человек интересно нет целом не знаю анекдот будет ну зачем они готовы истории два вот чтобы историю хорошо давайте историю я предлагаю давай историю только тема тогда тема давайте если мы для футбольных для футбольного сообщества говорим все знают кто такой топор вот со словом топор наверное хоть скажешь из топора или топор вообще просто топор напишите историю в комментарии или анекдот или анекдот со словом топор да неважно можно на футбольный человек который пригласив вот он заценив для напишите этот и поучастным заодно да да поучаствовал конечно напишите а мы все следующим человеком выбери отлично наш выпуск подошел концу спасибо что смотрели ставьте лайки ставьте дизлайки обязательно пишите почему дизлайк можно больше активности комментариев до зрения вообще вообще нам забрали просто модные типы не мутные типы вот приглашать можете написать свои схемы по заработку то что хотите любым предложением да да мы пошли а вы за нами всем пока